Всем привет, это канал LoudSound и у нас сегодня обзор необычной новинки от компании Alphard под совершенно новым брендом. Бренд Black Hydra призван занять нишу на рынке sound quality. Это совершенно новый опыт для компании Alphard и никто не ожидал, что они выйдут в этот сегмент, но еще больше неожиданностью лично для меня явилась их подход к проектировке, производству, выпуску этого продукта. Все сделано на таком достаточно высоком уровне, с собственными разработками, с изучением, с привлечением очень именитых людей из мира sound quality. Действительно подход такой, который предполагает выпуск продукта не просто коммерчески успешного, но продукта, который будет удовлетворять самые-самые-самые большие требования у так называемых аудиофилов. Это такая серьезная и сложная болезнь. Люди занимаются всю жизнь поиском лучших настроек, лучших компонентов, лучших расположений и они к железкам очень требовательны. Железо не дешевое будет, сразу скажу, достаточно дорогое. Позиционируются многие модели, как high-end. Под брендом Black Hydra будет выпускаться акустика, усилители, сабвуферы и даже будут процессоры. У нас сегодня в обзоре только акустика трехкомпонентная и две модели двухкомпонентных под линейками Beta, Gamma и Delta. Есть еще топовая линейка Alpha, которой у нас на обзоре сегодня нет. Она еще находится в стадии разработки и ее получим мы чуть позже. В конце выпуска вас ждет бонус. Я вам расскажу немножко об истории компании AlphaArt, также отвечу на вопрос, который мне задают все чаще. Неужели компания AlphaArt закрывается? Вот там есть доля вправды и в конце выпуска вы все узнаете. Итак, у компании AlphaArt сейчас есть три основных бренда. Они делятся на подбренды, о которых я расскажу в конце выпуска. Основные бренды это Black Hydra, которая призвана составить конкуренцию самым крутым моделям на рынке Sound Quality. Бренд DevBones, который уже вам хорошо знаком. Это железки для автозвукового спорта, для экстремально громкого повседнева и бренд Avatar, который для тех, кто хочет уже громко, но бюджет еще ограничен. У каждого бренда теперь есть слоган, но Black Hydra это Just Enjoy. Очень удачное, на мой взгляд, словосочетание, которое передает всю суть, собственно, Sound Quality. Ее уже многие гуру о Sound Quality забыли давно, находятся в поисках звучания какого-то идеального, максимально правильного. Но изначально качество звучания было предназначено именно для того, чтобы вы наслаждались музыкой. И я всегда говорил и сейчас говорю, если звучание вам нравится, то это и есть максимально правильный звук. Хуже, когда вы начинаете слышать другие системы, и они вам нравятся больше, или вам просто кто-то засирает голову, что у вас звучит плохо, тогда начинается вот этот долгий путь в никуда, который я называю аудиофилией. Однако Alphard подошел к созданию этого бренда не с той позиции, чтобы было какое-то универсальное звучание, которое бы понравилось большинству слушателей. Но они привыкли очень много крутых эскьюшников с богатейшим опытом и на стадии проектировки, и на стадии производства. Консультируются, они слушают это все дело. То есть это все делается не просто по типовым заказам из Китая, как это происходит, с большинством брендов. И это я вот сколько занимаюсь автозвуком, очень часто вижу, когда выпускают какую-то крутую штуку, пишут на упаковке громкие слова, а начинаешь слушать, все оказывается не так. Это не только с автозвуком, это и с домашней акустикой, с наушниками, сейчас очень много маркетинга. То есть вы, как владелец компании, можете приехать на завод в Китай, на любой, заказать продукт под своим брендом по каким-то чертежам, типовым разработкам, вам это сделают и вы пишите на коробке потом все, что угодно. Вот так вот у нас, к сожалению, сейчас очень много компаний и даже с очень крутым именем подходят к производству оборудования для автозвука. В Black Hydra все гораздо серьезней, каждая деталь динамика изготавливалась заново по собственным формам. Материалы подвеса, диффузоры, корзины и всего остального тщательно проектировались, отслушивались, браковались неудачные образцы. Четыре основные линейки у нас есть, которые называются очень просто. Альфа, бета, гамма и дельта. Альфа самая топовая позиционируется как high-end, бета competition ready, если дословно готова к соревнованиям. Линейка, которая удовлетворит большинство запросов людей, которые участвуют в соревнованиях по качеству звучания. Гамма линейка попроще, в случае с нашей акустикой сегодня это две полосы, а не три. Чуть проще динамики, однако все еще достаточно дорогостоящие. Профессиональные динамики, вот так ее и назвали, профессиональные. И дельта, самая младшая линейка, позиционируется как более доступная, но все еще удовлетворяющая большинство запросов по качеству звучания. Трехполосная акустика серии бета, называется HBC 3.28, H обозначает гидро, B это бета, принадлежность к линейке C, это компонентная акустика. И 3.28 говорит нам о том, что 3 это количество полос, и 28 это размер купола. Твиттера. Я не знаю, почему добавили в название динамика именно размер Твиттера, но вот акустика линейки чуть ниже у нас получилась с названием 2.28. Первое, что мы видим в упаковке, и это очень необычно, это перчатки, видимо для того, чтобы не залапать динамики, и две отвертки с фирменным логотипом. Мидбас, как и Твиттер, выполнены очень качественно. Корзина сделана с каким-то нереальным антирезонансным покрытием, стучишь по ней вообще никаких звуков не происходит. Все аэродинамические свойства при проектировке этих корзин учитывались, и мы сразу видим то, что все детали выполнены на собственных формах, ничего похожего ни на что в этих динамиках ни в одной линейке мы не найдем. Диффузор для увеличения жесткости и для уменьшения веса был выполнен из прессованной целлюлозы особого помола, и он также пропитан специальным составом и высушен термически. Это позволило сделать диффузор и прочным и легким одновременно. То есть мы получили выше чувствительность без потери жесткости. Большое внимание было отдано также подвесу, он выполнен из специального материала. Материалы эти подбирались, были выбраны не самые лучшие по рекомендациям. Именно те, которые уменьшают паразитивные призвуки. Учитывалось абсолютно все, то есть все ноу-хау, которые сейчас есть в изучении звука, применялись при проектировке и производстве этих динамиков. Очень интересный твиттер сразу мы видим. Первое, что мы видим, это не совсем обычное подключение. Это сделано для удобства инсталляции этого твиттера в лобовые стойки или другие какие-то посадочные места. Провода у нас выходят под прямым углом, и это очень удобно. Но мы не видим, как они крепятся. Для того, чтобы увидеть зажимы, мы должны выкрутить дело твиттера из чашки. При помощи вот отвертки, которая находится в комплекте, мы это можем сделать. Также мы видим не совсем типичную для SQ-шных твиттеров вещь. Это рупор. Благодаря этому рупору и его параметрам удалось достичь более детального озвучания в верхнем диапазоне частот. Бета и гамма не комплектуются кроссоверами. Это говорит о том, что акустика предназначается прежде всего в профессиональной аудиосистеме, где поканальное подключение и срезы осуществляются с помощью процессора или внешнего кроссовера. Хорошее решение, потому что так удается удешевить комплект. Стоит акустика будет порядка 37 тысяч. У нас уже есть цены, но акустика должна прийти в сентябре. Может что-то измениться, но вот пока планируется именно эта цена. Далее гамма. Модель HGC 2.28, двухполосная акустическая система. У нас нет здесь среднечастотника, однако я вам сейчас расскажу, какие технологии и расчеты применялись для того, чтобы достичь максимального диапазона. Когда мы ограничены в количестве полос, нам нужно выложить максимум поверху из мидбаса и по низу из твиттера. И при этом диапазон, который эти динамики должны захватывать, должен быть максимально ровным по амплитудно-частотным характеристикам. Это большая сложность. Двухполоска это вообще очень сложная всегда компоновка, потому что у нас мидбас, он предназначен играть очень узкий диапазон частот. Больше всего проблемы возникают при такой компоновке при построении громких аудиосистем. Чем динамика будет громче играть, тем сильнее его нужно резать сверху и снизу. И всегда приходится выбирать. Либо он будет хорошо панчить, воспроизводить хорошо мидбас, но для этого нужно отрезать от него средние частоты. Либо он будет орать, воспроизводить верхний и средний диапазон, но тогда у панчи, стуки, вот о диапазоне частот от 80 до 200 герц приходится забывать. Начнем с твиттера. Тут мы сразу видим, опять у нас есть рупор. И рупор был рассчитан таким образом, чтобы твиттер мог захватывать максимальное количество нижних частот, чтобы он хорошо стыковался с мидбасом. Здесь у нас серединки нет, поэтому здесь твиттер должен у нас играть диапазон шире. Такие же задачи стояли перед мидбасом, но для воспроизведения верхних частот. Здесь была предменена технология напыления на диффузор специального состава. В бумаге скорость звука не очень высокая, гораздо выше она в кевларе, например, из которого и будет выполнена серия альфа. Но он более дорогостоящий, более сложный и долгий в производстве. Здесь нашли компромисс, покрыли диффузор специальным порошком. Порошок состоит из микросфер размером, каждая 40 микрон. И это позволило увеличить жесткость диффузора и достичь максимальной скорости звука на диффузоре. Соответственно, динамик играет выше и захватывает больше диапазон частот, что позволяет состыковать его с твиттером. Как и на предыдущем динамике серии бета, мы видим фазовыравнивающее тело, еще называют фазовыравнивающая пуля. Очень много споров есть, для чего она нужна, как она работает. В теории она должна улучшать диаграмму направленности, выравнивать амплитудно-частотные характеристики. В бете у нас пуля заострена, здесь этого заострения нет. У меня сразу вызвал вопрос и спросил, почему так? Сказали, что вот все запчасти для динамиков выбирались не исходя из каких-то расчетов или теорий, а все это отслушивалось. Эта пуля должна поднимать максимально воспроизводимый верхний диапазон частот, выравнивать амплитудно-частотные характеристики и также бороться с призвуками, с искажениями. Стоит этот комплект будет на 10 тысяч дешевле, порядка 27 тысяч. Позже у нас будут заключения экспертов, их привлечено сюда очень много и шанса здесь на провал в принципе нет, потому что на этапе изготовления все это отслушивается. Отслушивается не только в стендах, в лабораториях и где-то еще, но куплен специальный автомобиль, в который устанавливается уже не одна версия аудиосистемы Black Hydra, а позже у нас будет обзор по этот автомобиль. И вот на основании настроенной готовой аудиосистемы, установленной в автомобиль, вот в боевых условиях можно сказать, даются какие-то заключения, вносятся корректировки. Далее Delta, модель HDC 2.25, опять же двухполоска и 25 в названии, говорит нам о том, что здесь ветер меньшего уже размера, однако бумага диффузора Мидбаса выполнена из той же самой прессованной целлюлозы, специальной пропиткой, то есть технологии все применены здесь, но динамики конструкция чуть более удешевлена, проще материалы, проще оформление. Таким образом удалось эту акустику подвести к ценовому порогу ниже 20 тысяч, она ожидается в районе 16-17 за комплект, и это, я считаю, уже достаточно приемлемая цена за динамики такого качества. Сейчас надо понимать, что комплект вот за 17 тысяч раньше стоил бы порядка десяти. Beta и Gamma не комплектуются кроссоверами, в Delta он есть. Кроссоверы, как, собственно, все остальные компоненты во всех линейках выглядят очень круто, и это здорово, что даже вот в младшей линейке все компоненты приятно брать в руки, позаботились не только о качестве звучания, но и внешнем виде. И акустика линейки Alpha, о ней пока мало что известно, она сейчас в стадии разработки, известно, что собираться она будет в России, в России же она и проектируется. Привлечены очень крутые люди, которые изучают всю свою жизнь именно звук. Сроков появления этой акустики пока нет, известно, что она появится только тогда, когда она будет звучать так, как этого ожидает от нее производитель. То есть мы должны получить такой топовый комплект с топовым звучанием, и пока он так не будет звучать на рынке, он не появится. Какая еще аппаратура ожидается под брендом Black Hydra? Ожидаются сабвуферы неодимовые и ферритовые. У нас есть пока вот фото топовой альфы десятки на неодиме с практически плоским диффузором, и ферритовой гаммы также десятки, и три шпионские фотки усилителей бета, гамма и дельта, все четырехканальники, все АБ-класса, о них также ничего не известно. Могу сказать, что выглядят они просто нереально красиво, и стоить будут очень дорого. И в завершении, как я обещал, отвечу на вопрос, почему говорят, что компания Альфард закрывается. Доля правды, как я уже сказал, в этом есть. Продукции под брендом Альфард вы больше не увидите. Однако компания не закрывается, она также будет называться Альфард, теперь Альфард Групп, но товары теперь будут под всего тремя брендами, у которых есть под бренды. Для лучшего понимания, короткая история компании Альфард. В 97 году компания Альфард была создана, и многие говорят, что это польская компания, она действительно была основана в Польше, но свои учредители были также и в России, занималась компания преимущественно компонентами для профессионального эстрадного звука. И в 2011 году был зарегистрирован вот логотип, который всем знаком Альфард Sound Technology. Владельцы разделили бизнес, и Альфард стал самостоятельной компанией в России, которая кроме эстрадного звука начала заниматься звуком для таких громких систем, позже и для соревнований. Все, наверное, помнят вот эти первые динамики, вот этот плавный переход из эстрады в автозвук. Я лично увидел первый, это Ганнибал 7, Ганнибал 7b. В 2013 году был создан бренд Dev Bones, который тоже вам хорошо известен, и бренд Machete. В 2016 году были созданы бренды Аватар и Black Hydra, и вот в 2017 году произошло такое устаканивание всех брендов и подбрендов. Сейчас я вам покажу, какие бренды теперь будут у компании Альфард и за что они будут отвечать. Black Hydra, как вы уже знаете, это Sound Quality, бренд Dev Bones это громкий автозвук повседневный и автозвуковой спорт, и Аватар доступное железо, но высокого качества и достаточно громко. Dev Bones будет делиться на два подбренда, Apocalypse и Machete. Apocalypse это новый бренд, и вот теперь у нас будет Apocalypse это самое крутое, жесткое, мощное железо для безумцев и для спортсменов, а Machete доступный SPL, который вот в принципе, каким он и был. Сабвуферы Dev Bones также станут называться Apocalypse, а более простые Machete. Dev Bones у нас, кстати, тоже будут обновляться, у них будет теперь американская катушка, другая корзина, более красивая. Будут также 3-дюймовые и 4-дюймовые версии, и на смену первой версии, вот хорошо помните 123, 153, 183 сабвуфер, им на смену придет совершенно новая модель, более удачная. И также будет еще одна недорогая версия, но примечательно, что у всей линейки Dev Bones Apocalypse будут катушки сделанные в Америке. Совершенно новые усилители, апокалипс мы получим, это будет теперь не Корея, не Китай, мы их получим с родины самых мощных усилителей в мире, с Бразилии. Усилители будут вплоть до 40 киловаттных в очень малом корпусе, линейка тоже будет очень большая, по цене не знаю, но могу предположить, что стоить они будут дешевле, чем корейские. И под бренд Machete также у нас будет много новинок, вот одна из них это Machete Super Sport с увеличенной более чем на 73 процента мощностью, с многими другими улучшениями. И конечно же Аватар, там тоже планируется очень много изменений в уже существующих продуктах, и совершенно новые продукты, как например неодимовые среднечастотники, компонентка, сабвуферы, усилители, ну и отличительной особенностью Аватара будет то, что это будет супер доступное железо с очень высоким качеством. Надеюсь обзор вам понравился, не забывайте поставить палец вверх, поделиться, это самая лучшая благодарность с вашей стороны за проделанную умную работу. И собственно все, всем пока, живите громко.